Гражданин Киргизии предстанет перед Сахалинским судом. Его обвиняют в браконьерстве. Как сообщили в региональному МВД, 28-летнего мужчину задержали в июле этого года. Он вылавливал рыбу в устье реки Очепуха и использовал запрещенное орудие лова. У рыбака изъяли 57 экземпляров горбуши на общую сумму 109 тысяч рублей. Сейчас обвиняемые ожидают суда в центре временного содержания иностранных граждан, так как находится на территории России незаконно. Срок его пребывания в стране истек, поэтому факту в отношении мужчины уже вынесено судебное решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Когда его приведут в исполнение, станет известно после приговора по уголовному делу за браконьерство. Ахинец стал фигурантом уголовного дела за нетрезвую езду. Его задержали 17 августа на улице Комсомольской в северной столице острова. Полицейские остановили автомобиль, которым управлял 38-летний местный житель. Сотрудники почувствовали от водителя запах спиртного, после чего доставили его на свидетельствование в Ахинскую ЦРБ. Исследование показало значительное превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также правоохранители выяснили, что у мужчины нет водительского удостоверения. Более того, его уже неоднократно привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ему предстоит ответить за содеянное по уголовной статье. Автомеханик в Южно-Сахалинске обокрал клиента на крупную сумму. Ранее в полицию обратился 69-летний мужчина. Он рассказал, что в январе этого года решил отремонтировать автомобиль. В качестве мастера выбрал 35-летнего жителя областного центра. Обговорив условия, пенсионер отдал ему 278 тысяч рублей на покупку запчастей. Через полгода владелец приехал за машиной и понял, что ремонт не производился. Денег тоже не было. Автомеханик потратил их на личные нужды. По данному факту, возбуждено уголовное дело. Полумиллиона рублей лишился Сахалинец из-за доверчивости. О случившемся он сообщил в полицию. 63-летний мужчина хотел заработать на инвестициях. Нашел в интернете специализированную компанию и заполнил анкету на сайте. После того, как с ним связались, южно-сахалинец создал брокерский счет и перевел на него 9 тысяч рублей со своего основного счета. Таким образом, мошенники получили доступ к средствам мужчины и списали 495 тысяч. Еще два жителя островов остались без доступа к госуслугам. 43-летнюю Сахалинку неизвестный убедил в необходимости замены электросчетчика. Под этим предлогом женщина сообщила ему код из сообщения. Больше в личный кабинет портала она зайти не смогла. В похожей ситуации оказался и Долинец. 45-летний местный житель согласился на предложение пересчитать пенсионный стаж. Для приема к специалисту он сообщил код из СМС и также лишился доступа к порталу. Полицейские Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в грабеже. С заявлением к сотрудникам обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что 15 августа в сквере на улице Сахалинской познакомился с молодым человеком. Вместе они распивали спиртное. В какой-то момент новый знакомый выхватил телефон из рук собеседника и бросился бежать. Правоохранители установили личность вора. Им оказался 30-летний южно-сахалинец, ранее неоднократно судимый по имущественным преступлениям. К моменту задержания похищенный гаджет мужчина успел продать за 2000 рублей. Общий ущерб от его действий превысил 20 тысяч. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Чужой велосипед привлек внимание недобросовестного ахинца. Мужчина увидел припаркованный транспорт во дворе по улице Охотской и решил забрать его себе. Немного прокатившись, он продал похищенное сотруднику одной из торговых точек города. Хозяйка велосипеда не стала сразу обращаться в полицию и нашла свое имущество самостоятельно. А позже правоохранителя задержали подозреваемого 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова